Приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы что делать если потерял интерес к жизни конечно же это состояние нездоровое жизнь дар божий жизнь земная коротка она бесценна потому что ее проведением открывается или навсегда закрывается для нас блаженная вечность в единстве с самим нашим создателем творцом охлаждение сердца нежелание участвовать в событиях жизни нежелание воспользоваться ею для тех самых целей будущего бытия как правило говорит о гордостном повреждении эгоистическом таком кризисе который человек переживает себя жалко не видно перспектив в земном развитии и благополучии потери земные переселяют все самое дорогое для нас из этой видимой жизни куда-то за ее границы и остается и грустно и скучно и некому руку подать в минуту душевной невзгоды очень важно в этом охлаждении к жизни разглядеть ее подлинную причину она всегда кроется в глубине человеческого сердца колеблемого и смущаемого самолюбия едва человек видит себя слугой близких нуждающихся в нем едва он осознает себя рабом припоясанном поставленным господином всего мира исполнять определенные послушание в этой земле изгнания вместе и пить ими и и этой эпитемьей старательным преодолением трудностей этой земной жизни вернуть себе божественное благорасположение и потерянное в раю единство с богом человек забывает о таком состоянии души как хандра уныния малодушия окаменение сердечное каждая минута жизни становится цена поскольку ею приобретается вечность и возможность участвовать в богослужении творить милостыню тем кто рядом с тобою пробуждает человеческое сердце от этой зимней спячки и груз сомнений с души скатывается и верится и плачется и так легко легко усилия внутренние для этого нужны и они называются покаянием они называются духом самоукорения забыв о котором легко впасть в те самые печальные состояния которые мы сейчас описываем и напротив себя не извинительно обличающий себя сознающий во всей своей поврежденности и как младенец приносит к матери открывает рану с тем чтобы она была уврачевана так покаянной молитвой всегда приносит свою собственную поврежденную душу под лучи божьей благодати для ее врачевания таковы как дитя на руках матери всегда веселиться ею утешаемые ею подбодряемый ею согреваемый так благодать позже всегда в ответ на покаяние человека приходит в душу и устраивает там праздник жизни с богом и при этом празднике уже никакого места хандре или малодушию или разочарованию в жизни уже нету и следа в неси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а